Всем привет! С вами Руи Чинит. Мы находимся в Бурунде, которая, согласно аналитическим отчетам Всемирного банка, МВФ и многих других официальных организаций, почти каждый год в течение последних 62 лет становилась самой бедной страной в мире. Население страны составляет около 12,5 миллионов человек. Люди живут так бедно, что это место называют самой несчастной страной в мире. При этом годовой доход среднестатистического трудоспособного гражданина составляет около 180 долларов США. Уровень безработицы в стране неизвестен, но считается, что каждый третий безработный. Представьте себе, если вам повезло и вы можете работать день и ночь, ваша месячная зарплата составит всего лишь 15 долларов, а вам нужно содержать семью из восьми человек. Добро пожаловать в самую бедную и несчастную страну в мире! Когда мы приземлились в международном аэропорту Бужумбуры, единственном аэропорту в стране с асфальтированной взлетно-посадочной полосой, мы были очень удивлены, взглянув на информационное табло. Они использовали демо-версию Windows, чтобы не платить. По дороге в отель мы увидели группу детей. Они стояли вокруг собаки, которую сбила машина. Республика Бурунди, самое сердце Африки, расположена в Великой рифтовой долине. Здесь Восточная Африка соединяется с Великими Африканскими озерами. Площадь страны составляет всего 27 834 квадратных километра. Хотя почти все население занято в сельском хозяйстве, в силу специфики географического положения, в котором много горных районов, этого, к сожалению, недостаточно, чтобы прокормить 12 с половиной миллионов человек. Самый густонаселенный город, Бужумбура, насчитывает в 380 тысяч жителей. Мы находимся в районе Бутереры, в центре. Первое, что замечаешь, повсюду дети. Дети ловят рыбу. 65 процентов населения страны составляют лица моложе 25 лет, а 45 процентов моложе 15 лет. Только 3 процента из них старше 65 лет. У них не так много игрушек, с которыми можно поиграть. Дети ведут покрышку палкой, играют в настольные игры с пивными крышками, делают игрушечные машинки из пластиковых бутылок и играют в футбол полой покрышкой. Согласно данным Организации Объединенных Наций, опубликованным 10 лет назад, средняя продолжительность жизни людей здесь составляет около 49 лет, поскольку только 7,6 процента населения имеют доступ к электричеству. Во многих районах есть пункты зарядки телефона. Хотя 2021 год уже позади, большинство людей в этой стране все еще не пользуются смартфонами. Даже информационные кадры в самолетах показывают изображения старых телефонов. Мы находимся на рисовом поле в Бутереры. Возделывая эти поля, фермеры пытаются накормить Бужумбуру. Около 86 процентов территории страны состоит из сельских районов, подобных этому. Почти 90 процентов всего населения занято в сельском хозяйстве. Мы едем домой к обычному фермеру, который живет и работает в самой бедной стране в мире. Здесь практически все являются фермерами. Поехали. У нас все хорошо. Много бездомных, у которых нет другого выбора, кроме как промокнуть под дождем. Посмотрите на ребенка, принимающего душ с копленной дождевой водой. Это их дом? Всего одна комната? Они расстилают этот коврик и спят на нем? Неужели все эти дети этой женщины? Как его зовут? Сколько лет Джону? Сколько он зарабатывает в месяц? Сколько лет старшему сыну? Чем он занимается? Спасибо, что уделили мне время. Может, он хочет сказать что-нибудь на камеру? Джон, занимающийся выращиванием бобов, пытается содержать свою семью на 10 долларов в месяц. И все 10 членов семьи спят на полу в одной комнате. У них нет электричества в доме, но положение Джона все еще гораздо лучше, чем у большинства других людей, которых мы сегодня увидим. В Бурунди, которая является второй по численности населения страной в Африке, можно встретить людей повсюду. На один квадратный километр приходится 451 человек, и более 70% из них живут за чертой бедности. Каждый 20 умирает от недоедания или голода. В настоящее время 1 доллар США эквивалентен примерно 2000 бурундийских франков. Однако купить доллары по такой цене практически невозможно. Можно приобрести несколько долларов на черном рынке, и 1 доллар стоит примерно 3000 бурундийских франков. Таким образом, их самая ценная банкнота, 10 000 франков, стоит примерно 3,3 доллара США. Поскольку современные технологии в Бурунде отсутствуют, рабочих мест, которые существуют в других странах, здесь нет. Мы возьмем интервью у представителей различных классов общества, включая полицейских или плотников. В Бурунде считается, что человек, у которого есть велосипед, имеет профессию. Люди пытаются выжить, доставляя продукты от фермеров на рынке. Сколько он должен проехать с этим грузом? На них нет обуви. Разве у них не возникает проблем со здоровьем? Это хорошая сумма по сравнению с тем, что получают другие. Басы и ноги, разорванная одежда. Этим мужчинам приходится обеспечивать многодетную семью, зарабатывая всего 90 центов в день, рискуя жизнью, преодолевая на велосипеде примерно 100-150 километров в течение 10-12 часов каждый день. 200-килограммовый груз не позволяет велосипеду развивать скорость выше, чем 70-80 километров в час. Отказ тормозов, столкновение с внезапно появившимися пешеходами и транспортными средствами, резкие повороты, разрывы шин. Все это может привести к ужасным последствиям. В этой борьбе за выживание люди толкают свои велосипеды в гору, цепляются за задние борта проезжающих грузовиков, чтобы сэкономить силы и время. Некоторые велосипедисты не могут найти, за что ухватиться, и они просто цепляются за впереди едущий велосипед. В этом случае аварии неизбежны. По данным управления автомобильных дорог в Бурунде насчитывается около 12 тысяч километров дорог, но только 14% из них асфальтировано. Люди моют свои велосипеды в луже после дождя. Некоторые сушат свою промокшую от дождя одежду на опоре электропередачи на улице, потому что у них нет дома. Сейчас мы находимся на месте встречи и приема пищи велосипедистов на шоссе. Что это? Сколько она зарабатывает в месяц? Умирал ли у нее когда-нибудь ребенок? Сколько стоит одна тарелка? Сколько стоит одна тарелка? Обычно они едят картофель и бобы, поскольку их пищевые источники энергии очень ограничены. Попрошайничество очень распространено. Независимо от того, есть у них работа или нет, некоторые люди с раннего возраста попрошайничают, увидев иностранца. Наша машина постоянно ломается, а люди продолжают попрошайничать. Попрошайничать. Они переносят грузы из деревень в города, расположенные за километры от дома. Люди просто истощают свое тело и здоровье на этих дорогах. На конечной остановке в городском рынке Бужумбура большинство продуктов продается непосредственно у фермеров, потому что не хватает технологий для обработки или упаковки продуктов. Попрошайничать. Попрошайничать с Антоной Шерма. Попрошайничать с Антоной Ш données за километры от дома. Котэбу. Некоторым людям не нравится, что мы ходим с камерой, потому что они не привыкли к ней. Тут очень много людей. Мы направляемся в Гитэгу, второй по величине город и столицу страны, население которой составляет 135 тысяч человек. Политическая напряженность царит во всех уголках страны. Наш водитель надел сегодня жакет и положил Библию на переднюю панель автомобиля, чтобы проезжать полицейские посты. Полицейские контрольно-пропускные пункты здесь начинаются с натянутой через дорогу веревки. По словам нашего гида, эти люди — сотрудники молодежных отделений ведущей партии, и они перекрывают дорогу, чтобы провести проверку личности. На контрольно-пропускном пункте наш водитель предъявляет документы полиции, но они говорят, что нашу машину отбуксируют, так как на лобовом стекле есть трещина. Водитель спокойно договаривается с полицией и дает взятку в размере 5 тысяч брундийских франков, что составляет около полутора долларов. Сколько вы зарабатываете в месяц? Я думаю, мы должны помочь ему. Сколько вы зарабатываете в месяц? 10 долларов. И он возит людей? Да, мото-такси. Мы пригласили одного из полицейских в машину, чтобы понять, как они, государственные служащие, сводят концы с концами, когда не просят никаких взяток. Сколько зарабатывает сотрудник полиции в месяц? Это около 14 долларов. Но вы знаете, они также получают доход нелегальным способом — взятками. Они получают деньги, чтобы пить бир. Они не получают много. Сколько часов вы работаете в день? Наш водитель притормозил, когда премьер-министр и его конвой проезжали мимо. Он говорит, что из уважения запрещено ехать, когда мимо проезжает конвой. Представьте себе список необходимых продуктов, которые семья из восьми человек потребляет в течение месяца. Но глава семьи зарабатывает в среднем всего 50 тысяч франков в месяц. Один литр молока стоит 5,5 тысяч. Один литр подсолнечного масла стоит 9 тысяч. 170 миллилитров шампуня стоят 8 тысяч. Один килограмм сахара стоит 8,5 тысяч. Полтора литра воды – это полторы тысячи. Даже этот список, в который не входят овощи или мясо, намного превышает покупательную способность семьи. Одна маленькая шоколадка стоит 2,5 тысячи. Одна упаковка печенья стоит 2 тысячи. Один Red Bull стоит 6,5 тысяч. 750 граммов шоколада с фундуком – 18 тысяч. Один литр оливкового масла стоит 29 тысяч. Как видите, мясо здесь не хранят в холодильниках. А как насчет арбуза? 4 тысяч. Бери камеру. Среднестатистический бурундеец должен работать примерно 230 лет, не тратя никаких денег, чтобы заработать полную годовую зарплату среднестатистического американца. Они рассчитывают только на свои мышцы и силу. Он закидывает кирпичи наверх. Эти кирпичи предназначены для строительства нового дома. Они изготавливаются из илистой смеси и не подвергаются процессу обжига, а высушиваются подсолнечными лучами. Всего в 100 метрах от нас, посреди улицы, мужчина падает в обморок, вероятно из-за голода. Душераздирающий видеть, как ребенок, у которого нет рук, несет своего брата или сестру. Мы не можем помочь, но задаемся вопросом, какую работу будет выполнять этот мальчик, когда ему исполнится 20-30 лет. Сейчас мы в школе. Большинство из этих детей, скорее всего, будут работать, вместо того, чтобы продолжать образование. Только 32% учащихся в стране заканчивают среднюю школу. Менее 1% населения посещают университеты. Единственным государственным университетом в стране является университет Бурунди. О чем мечтают студенты? Кем они хотят стать, когда вырастут? Посмотрите, как эти дети возвращаются из школы. Им далеко идти до дома. Дети, давайте отойдем от дороги. А как насчет других? Два часа, чтобы добраться домой? Те, у кого нет портфеля, носят свои книги, засовывая их под одежду. Эти молодые люди в белом, которых мы видели, проходя мимо, производят муку из маниоки, в корнях которого много крахмала. Из этого они делают хлеб? Да, из этого. День, в месяц, меньше, чем 20 тысяч граждан, это меньше, чем 10 долларов. Сколько часов они работают? Где они живут? Мубахи. Они живут здесь. Мы пришли к плотнику. Это он сделал. Мы остановились на перекрестке. Торговцы продолжали подходить один за другим. Сколько стоит одна штучка? Они бросают пальмовые сердцевины в аппарат, отделяют масло от сердцевины, заполняют эти бассейны маслом и готовят его для очистки. Мы видим его применение в качестве пищи, а также в качестве материала для изготовления мыла. Бюджеты владельцев магазинов недостаточно высоки для профессиональной рекламы. Вот почему они обращаются за помощью к местным художникам. Эти произведения искусства рекламируют бренды вместо вывесок магазинов. Основные производства в стране находятся в руках монополизированных компаний. Существует только одна компания, производящая сахар, кофе и цемент, и эти заводы окружены стенами высотой 3-4 метра. Поскольку большинство людей живут в сельской местности, мы едем за пределы города в деревню, чтобы увидеть, как живут люди. Мы немного закупимся, чтобы помочь жителям деревни, которые живут в очень тяжелых условиях. Мы купили достаточно муки из маниоки, чтобы накормить 30 человек, и стоило нам это всего 15 долларов. По субботам в стране проводятся общественные субботники. При поддержке правительства бурундийцы сегодня подметают улицы и убирают город. На городском кладбище, недалеко от Бужумбуры, мы видим, что классовое различие сохраняется даже после смерти. Позади меня можно увидеть кладбище для богатых. Эта женщина купила себе отдельное место, и теперь никто не может пройти здесь. Вот эти места для среднего класса. А вот здесь похоронены бедные люди. Нас только что остановила полиция и ведет куда-то. Он говорит, что здесь нельзя снимать, и нас могут за это посадить. Когда мы протягиваем ему 50 долларов, он возвращает наши паспорта и уходит. 7 декабря 2021 года, всего через неделю после того, как нас грозились посадить в тюрьму Гитега, там вспыхнул пожар и унес жизни 38 заключенных. Согласно статистике, бурундийцы занимает третье место в мире по числу несчастных случаев, связанных с пожарами. Сколько ей лет? Такая крошечная комната. Тут столько комаров, а тут еще больше. Это остатки еды. Где она спит? От стены до стены. И вместе с ней 4 ребенка. У нее получается выживать на деньги, которые она получает попрошайничая. Значит, это она заработала попрошайничая и несколько бананов. Это ее рацион на сегодня? Давайте еще кувшин. Мол? Да. Сколько ему лет? Он не знает, сколько ему лет? А ему есть где спать? А где он готовит? Это вся его одежда? Он готовит здесь. У него есть немного дров, несколько кастрюль и сковородок, только одна пара обуви и одежда в очень плохом состоянии. Возможно, вам интересно, сколько предметов одежды в его гардеробе. Но дело в том, что у него нет даже шкафа. Это его дом и такие условия для жизни. Чем он зарабатывает на жизнь? У него есть велосипед? Он ходил просить милостыню? Этот приют мог бы стать домом для самого бедного человека в самой бедной стране мира. В других странах фермеры могут использовать такое место для своих животных. Но здесь, в таких местах, живут люди. Вы видите дом женщины, которая живет на милостыню. Это ее дом. Она беззащитна, когда идет дождь. Вы только посмотрите на дыры в стене. Дом построен из мешков, пластиковых пакетов, хвороста и так далее. Многие люди умирают от голода, а те, кто выживают, живут так. Сколько в среднем детей в семье? Сколько у нее детей? Она не знает? Продает ли она то, что выращивает? В этом регионе люди больше не зарабатывают деньги. А все потому, что экономическая инфраструктура недостаточно функциональна. Люди живут за счет обмена товарами и услугами. Они выращивают что-то и меняют это на нужный им товар или услугу. Знает ли она, в каком мы сейчас году? Даже девушка не знает? Они даже не носят с собой денег, верно? Они даже не знают о валютах? Они даже не знают о валютах. Они много сеют. Местные сельские жители не ждут, пока земля вспахается и отдохнет. Вместо этого они продолжают сажать, так как очень голодны. Это единственный способ, чтобы не умереть с голоду. Возможно, сладкая кукуруза растет в два раза медленнее, чем обычная. И это тоже сказывается на их жизни. Давайте снимем их вместе. Мы в гостях у молодой семьи. У них есть дети? Где ребенок? Можете показать? Какой он красавчик! Сэмюэлю 16 лет. Он никогда не ходил в школу и в свои 16 кормят семью из трех человек. Внутри у них нет туалета. Они справляют нужду на улице. Это кухня. Они используют это место для приготовления пищи. Эта вода идет на приготовление пищи. У него есть только один комплект одежды на каждый день. Он говорит, что у него есть еще одна чистая одежда, но он надевает ее только во время молитвы. Какую религию он исповедует? Согласно официальным данным, 20% женского населения страны вынуждены вступать в брак в возрасте до 18 лет. Для бурундийцев – дети, благословление. В среднем на одну женщину приходится 5,5 детей. Довольно часто некоторые мужчины заводят 25-30 детей более чем от одной женщины. Бурундий, где белок потребляется не в достаточных количествах, является третьей страной в мире, которая потребляет наименьшее количество мяса пропорционально численности населения, согласно данным Организации Объединенных Наций. Второй страной с наименьшим потреблением мяса является Индия, а первый – Бангладеш. Вегетарианство очень распространено в этих двух странах. Среднесуточное потребление мяса на человека составляет всего 14 граммов, а мясо составляет всего 2% от общего потребления продуктов питания. Недостаток важных витаминов, таких как железо, витамин А, йод и цинк, приводит к снижению IQ и дефициту физического роста и развития. Также часто среди населения наблюдается аномия. Согласно анализу Всемирной продовольственной программы, каждый пятый ребенок умирает из-за этого, не достигнув пятилетнего возраста. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в Бурунде на каждые 35 тысяч человек приходится только один врач. Два миллиона человек, живущих здесь, никогда в жизни не были в больнице. Сейчас мы спускаемся с холма, возвращаясь в Бужумбуру. Наш водитель всегда держит одну руку на ручном тормозе, так как он не доверяет тормозам автомобиля. Здесь очень опасно. Простояв в длинной очереди, мы заправляемся бензином по 80 центов за литр, что равно 2400 франков. Сегодня в городе царит хаос. Вчетвером на одном велосипеде семья едет на воскресную церковную службу. Мы находимся на одном из воскресных богослужений, организованных церковью. Это одно из мероприятий, где люди свободно общаются. Примерно 84% населения христиане, 2,5% мусульмане. А остальные верят в богиню Имана, пережиток старых религиозных верований. Или вообще не верят ни в какую религию. Сейчас вы услышите традиционную бурундийскую музыку, а еще они будут танцевать. Эта песня на их родном языке, курунди, когда-то использовалась для вызова врага на сражение. Королевство Бурунди стало частью Германской Восточной Африки в 1890 году, а позже было передано Бельгии после поражения Германии в Первой мировой войне. Бельгийское правительство, обозначившее свое присутствие во всех областях, начиная с 1933 года, насаждало этническую дискриминацию и искусственно создавало различные классы, раздавая людям удостоверение личности в соответствии с определенными физическими характеристиками. Что касается демографической структуры, то 85%, 14% и оставшийся 1% населения состоят из разных родов. Местные жители ненавидят Бельгию. Хотя, по официальным данным, бельгийский произвол, продолжавшийся до 1 июля 1962 года, закончился, и Бурунди провозгласила свою независимость, для населения стало обязательным ношение удостоверения личности с указанием своего племенного происхождения. И этот конфликт, продолжавшийся до 2005 года, оборвал жизни примерно 300 тысяч человек в стране. Люди считают себя везунчиками, поскольку бельгийцы принесли им христианство. Известная африканская пословица гласит, когда миссионеры пришли в Африку, у них была Библия, а у нас земля. Они сказали, давайте помолимся. Мы закрыли глаза, когда мы их открыли, у нас была Библия, а у них земля. Помимо детей, потерявших родителей в результате печальных событий, произошедших в прошлом или из-за СПИДа, есть много детей, брошенных своими семьями из-за нестабильной экономической ситуации. По данным Организации детские деревни, СОС численность сирот в стране сегодня составляет 610 тысяч человек, то есть 5% от всего населения страны. Всех сирот обычно принуждают к работе. Значительное число из них к неприемлемым обязанностям, а некоторых продают как вещь. Согласно официальному исследованию Государственного департамента США, некоторых детей из Бурунди привозят в один из бедных регионов Уганды Карамоджа и принуждают к принудительному сельскохозяйственному труду и неподобающей работе. В 2020 году правительство и гражданское общество сообщили, что торговцы людьми продавали детей на рынках в восточном регионе Карамоджа примерно за 50 тысяч угандийских шиллингов, что составляет примерно 15 долларов США. Всего месяц назад, 5 января 2022 года, команда оперативников Национального агентства по предотвращению торговли людьми и Департамента государственных служб спасла от продажи бурундийскую женщину средних лет и ее троих детей. Адакой и Винсент, представитель Национального агентства, сообщил, что женщина Синеримера Безимана и ее трое детей Мурванезы Маецы, Акимана Бетель и Умвиза Коллинз были освобождены из дома из грязи. Их документы и другие вещи были конфискованы. Жертвы из Бурунди, Кении и Южного Судана обычно следуют через Уганду транзитом в другие страны, в частности, в регион Ближнего Востока. По данным этого года, в Бурунди, которая занимает четвертое место в мире среди стран с самым низким уровнем доступа к интернету, только 13% населения имеют доступ в интернет. Несмотря на все минусы, девиз страны – единство, труд и развитие. Красный цвет на флаге символизирует борьбу за свободу, зеленый – надежду на будущее, а белый – мир. Три звезды в центре представляют общины, проживающие в стране. Одним из видов досуга, хотя недавно он был запрещен, дабы не провоцировать бунт, остаются пробежки, организованные при получении разрешения. Самый популярный вид спорта – футбол. Главная мечта многих подростков и детей – попасть в зарубежный футбольный клуб. С другой стороны, список тех, кто отправился в Европу на соревнования по виде спортсмена и не вернулся в страну – довольно длинный. Подобный случай произошел в 2011 году, когда все игроки сенегальского клуба не вышли на поле в Париже, куда они отправились на игру, а просто остались во Франции нерегально. Мы находимся на берегу второго по глубине озера в мире. Люди приходят купаться сюда по воскресеньям, но здесь очень много мусора, и вода выглядит неидеально. Кроме того, говорят, что здесь много крокодилов. Жители городов на берегах озера Танганьика занимаются рыболовством. Самый популярный пляж страны – Сага-Бич, расположен в нескольких километрах от центра города, находится на берегу Танганьики. Несколько десятилетий назад здесь обитал крокодил по имени Густав, который, как считается, съел около 300 человек и весил тонну. Густав, который очень любил охотиться на людей, иногда не съедал целиком раненых им людей и оставлял безжизненные тела на поверхности воды. Они садятся в эти лодки, похожие на гроб. Они называются бато, а лодки выглядят очень примитивно. Через них просачивается вода, на них есть заплатки. Он в одиночку вылавливает около 30 рыб. Сколько он получает в месяц? Почему другие этим не занимаются? А тут есть крокодилы? Кто-нибудь погибал из-за особенностей этой работы? Опытные рыбаки могут определить опасное место с помощью пузырьков, всплывающих на поверхность. Крокодилы, которые знают вкус человека, прячутся в воде. Иногда они могут нападать на рыбаков, когда видят их лодки. Люди пытаются свести концы с концами в трудных условиях. Мы пришли сюда, чтобы недолго понаблюдать за тем, как они живут. Мы плывем дальше по озеру. Этот мальчишка рыбачит. Как видите, наш бато набирает воду. Нам постоянно приходится вычерпывать ее. Эта лодка, вероятно, окажется под водой, если кто-то не будет постоянно ее вычерпывать. Процесс очень трудоемкий. Говорят, здесь много крокодилов, но даже дети привыкли к такому образу жизни. Для них это обычный день, и им приходится выживать. Жизнь в Бурунде тяжелая. Озеро Танганьика, хотя оно и не пользуется широкой известностью, имеет огромное значение. В нем сосредоточено около 16% мировых запасов пресной воды. Оно также носит титул второго по глубине озера в мире. Теперь, когда нехватка питьевой воды стоит на пороге человечества, а оно обладает 16% мирового объема пресной воды, в ближайшие десятилетия его можно будет активно эксплуатировать. Основным экспортным товаром Бурунди являются кофе, чай, хлопок, картофель, фасоль, мука из маниоки, кукуруза и бананы. Эта продукция продается в Бельгию, Китай, Уганду, Кению, Саудовскую Аравию и Индию. В 2020 году страна заработала около 161 миллиона долларов за счет экспорта, но при этом потратила 908 миллионов долларов. Обычно для других стран разрыв между этими цифрами невелик, но в Бурунде уровень бюджетного дефицита во много раз превышает среднемировой. 50% того, что они продают – это золото. Объединенные Арабские Эмираты покупают золото у Бурунди и продают его миру гораздо дороже, добавляя к товару дополнительную стоимость. Когда президент Бурунди Пьер Нкурунзиза баллотировался и победил, приступив к третьему сроку, страна подверглась резкой критике со стороны западного мира якобы из-за нарушения президентом закона. Позже из-за этого политического кризиса в 2015 году Бурунди попала под эмбарго западного мира и потеряла свои экономические связи. Несмотря на то, что Бурунди расположена близко к экватору, климат здесь слегка влажный из-за того, что страна находится на возвышенности. Средняя температура в течение года практически не меняется и составляет около 24 градусов по Цельсию. Сезон дождей в стране бывает дважды в год – в сентябре-ноябре и в феврале-майе. Гористая местность и растущее количество врубленных деревьев сделали страну уязвимой к наводнениям. Многие дома бурундийцев были разрушены из-за участившихся в последние годы наводнений, а их сельскохозяйственные угодья, являющиеся источником дохода, были разорены. В городе Гатумба жители потеряли 90% своего имущества из-за наводнения в апреле 2020 года. Страна похожа на дерево, которое месяц за месяцем теряет листья. Люди здесь надеются, что наступит весна, но в самом сердце Африки человечество еще не избавилось от проблем. В этом документальном фильме мы познакомились с самой бедной страной в мире, а также с ее жителями. Мы стали свидетелями истории отчаяния общества, привыкшего к голоду. Вы можете узнать больше об источниках, которые мы использовали при подготовке этого документального фильма, по ссылкам в описании. В следующем видео об Уганде нас всех ждет большой сюрприз. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить его. С вами был Руичинец.